Привет, мои дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в Сеуле. Прилетела вчера ночь. До этого я не спала в самолёте. Сегодняшнюю ночь я тоже проспала как в агонии. Не понимаю, сколько времени. И подорвалась в 5 часов утра. Сейчас мы находимся... Ну, наверное, это самое знаменитое место Сеула. Это район называется Гангмен. И вы практически все слышали про него из корейской песни. Та-та-та-ра-там... Опа! Гангмен стайл! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Я хочу сейчас зайти... Первый, так сказать, завтрак. Игорь ещё спит. зайти вот сюда это Burger King он также есть и в Австралии хотя в Корее я конечно постараюсь попробовать как можно больше корейской еды потому что китайская и корейская еда это мои фавориты давайте посмотрим сейчас сколько здесь что стоит я еще даже не разобралась почем вон для народа это меню ну мне конечно надо обязательно взять кофе потому что я пила со вчерашнего дня только воду ну что первое попробую разобраться вот с этой машиной language английский а дальше что? not member ну и теперь давайте будем разбираться что на завтрак тонк моза опер 9000 о тут такая большая многоэтажная хочу сказать а здесь какой с яичком тонк мозапэк ой комедия пока я тут разбиралась оно выключилось делала все правильно а карточка почему-то там не работала и пришлось по-любому к ней подходить ну все взяли стоило это 20 тысяч вон наш номер 104 ребята верите? нет? минуты не ждала быстро вот это да быстро я вам хочу сказать в Австралии надо сидеть с выпученными глазами и вроде народа нета надо ждать так что сегодня немножко буду как вам сказать может у меня язык будет заплетаться ребят потому что я еще в себя не пришла кого не спала сколько здесь тоже вот эти самокаты ой как я их не люблю это же какой-то ужас сколько людей на них убилось и покалечилось и вот видите здесь стоят аккуратненько да в Австралии в нашем районе завезли там какой-то звездец я вам скажу они их раскидывают люди не проехать не пройти не могут вот тут все аккуратненько стоит тут вот какое-то здание интересное здание здание все в горошек и вот тут такие горошки тимс канаде слушайте вот блин а я взяла кока-колу а у них по-моему я не спросила но я не видела там кофе а это канаде кофе хаос ничего себе ничего себе красота какая ну что потом наверное с вами и в него сходим ну что мне еще тут так сказать на первый взгляд какое впечатление ребята впечатлило впечатлило конечно корея я была в корее может не помню когда лет десять тому назад но такого не было а это все все современное улицы широкие мне есть чем сравнить я сравниваю сразу же у меня в голове с австралией знаете потому что у нас огромная проблема народу очень много а вся инфраструктура она как вам сказать она не справляется посмотрите сколько сколько здесь какие широкие дороги вот с этой стороны я смотрю глазами водителя сейчас раз два три четыре пять шесть семь линий я не могу сказать где в австралии есть семь линий ну серьезно может оно где-то есть или я не видела или нету очень чисто не то что там а ну вот реально вообще чистота сейчас дальше еще пройдем немножко на улице посмотрела сейчас один градус потом я вам сделаю обзор на свою куртку которая у меня пролежала 20 лет я ее ни разу не одевала нет я ее за 20 лет одела один только раз зимнюю куртку я ее купила ну вот один раз одела и вот столько лет она у меня провисела и я вам хочу сказать что очень даже несмотря на то что и 20 лет очень модная и современная а теплая какая я думала не хотела брать думаю но она тяжелая она очень тяжелая но очень теплая что там где где наш домик вот что значит человек не проснулся а ну посмотрите вот вот он отель а здесь еще один кофе промес а нам придется пить холодную кока-колу ребята вчера здесь было и смех и грех захожу я вот это вот к этой мясорубке ну ты работаешь нет и она меня загребла я по честному сказать немножко боюсь при входе здесь ну может быть потом я сделаю вам маленький обзор что-то интересного продает но мы сейчас давайте пройдем пройдемте сюда вот здесь сразу как тепло отель называется дизайнер со мной живем на седьмом этаже бежим мы идем ап ну давай ап поднимайся это показывает по-моему достопримечательности ну хорошо что знаете во многих местах написано на английском и на корейском так что даже с моим даже с моим знанием английского мне все понятно вот тут конечно непонятно проходим сюда и вот это наш номер заходишь в хату ставишь сюда карточку здесь ступенька такие ступеньки делают по-моему во всех корейских домах и вот здесь надо обязательно разуться и оставить обувь но у нас обувь стоит здесь Игорь как я вам сказала еще спит здесь я еще сама не распиралась но вот это вот свет и т.д. и т.п. тут телевизор это сейчас мы будем с вами делать обзор где вкуснее у нас ли в Корее хорошо мне Женя посоветовала взять переходник потому что иначе я бы забыла его потому что здесь совершают другие розетки в принципе как как у нас две дырочки в Австралии другие вида из окна у нас нет о ну что я вру то потому что ночью мы пришли я смотрела вот сюда и там ну совсем маленький вид вот а вот это тоже первый раз такое вижу и при чп вот это маленький молоточек так значит надо разбить окно дай боже он нам не понадобится вот здесь вот стоит чемодан и на нем по-моему веревка как-то его можно ой так тут задвинут что делать там надо о в общем оно мне понадобится что тут в окошко то видно видно немного там я смотрю огромные часы на доме сейчас 8.58 по-моему ну вот здесь маленький стол кресло там спит Игорь ну так как отель дизайнерский я сперва тоже не поняла думаю что это такое потом поняла к чему к чему это все туалет и сейчас я выключу вспышку вроде ничего особенного здесь боди-вош кондиционер и шампунь а теперь смотрите зеркало ну вам наверное так не будет видно ты когда стоишь на тебя как будто вот та стена падает очень необычно выглядит сейчас я вам покажу с этой стороны ну это специально так задумали мыло ну и здесь всякая мелочь палочки за ушки на макушке щетки зубные и дверь конечно ну как вам сказать тут ой видите как дырочка такая ой куда я дверь открываю ну что надо кушать и уже собираться собираться сегодня нас ждут великие дела у нас другие стаканчики пока везешь в машине очень много расплескивается здесь видите как упаковано один чипс попробовала очень вкусный кетчуп придет придет идет в придачу очень большой и тяжелый я вам хочу сказать ну прям таки я не знаю я такой смогу съесть не смогу пробую хочу сказать обалдеть почему обалдеть потому что вкусный вкусный ну не знаю я бы дала ему 10 из 10 а кто живет в Австралии на вкус очень похож на хангри джек вообще наверное я его весь съем дорогие мои зрители ну что вам сказать буду я кушать увидимся в другой серии потому что сегодня очень очень важный день пока мои дорогие пока и еще раз пока распокакалась я че так так Продолжение следует...